День начала контрнаступления Красной Армии в ходе длительной обороны Москвы отмечается ежегодно 5 декабря. 78 лет назад это сражение стало переломным моментом в битве за столицу. В поселке Заречье прошел митинг, посвященный исторической дате. Значимость этой победы переоценить невозможно. Но самое главное то, чего мы стараемся добиться у себя в Заречье, это единение Совета ветеранов старшего поколения и нашего подрастающего поколения. Наверное, больше эти праздники и цепь мероприятий, которые проводятся, они проводятся для подрастающих ветеранов, они всегда в строю. У мемориала погибшим воинам собралось немало людей разных поколений. Многие жители поселка, ветераны, школьники, представители церкви, партийцы пришли почтить память защитников столицы и возложить цветы. Маршал Жуков, который был ответственен именно за это направление, он в своих воспоминаниях говорил о том, что это были самые страшные дни для него, как для человека, на которого было возложено именно защита нашего направления на Москву. Потому что, ну, наверное, это было переломным моментом в Великой Отечественной войне. После митинга единороссы отправились к ветеранам, участникам битвы за Москву. К сожалению, в нашем округе их осталось всего 10. Виктору Дмитриевичу Щербицкому в августе этого года исполнилось 100 лет. Как настоящий боец он держится бодро. Он рассказывал, как шли бои, о своей жене, которая была врачом и прятала детей от фашистов, а затем ветеран и его дочь Тамара показали нам памятные фотографии. Ну, вот он, каким он призвался, и какие вот с медалью, уже вот 41-я медаль, да. Потом это в Рязани, вот танкист, командир, до командира танка он дошел. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».